Всем привет! Сегодня я хочу снять видео и посвятить его своим минеральным и компактным пудрам, а также показать небольшие продукты, которые я совершила в октябре и ноябре месяце, но очень хорошие и хочу обратить ваше внимание на них. Значит, начну вот с таких минеральных основ, пудр, праймеров, консилеров. Я их еще пока не у меня в процессе тестирования. Значит, хочу просто показать, что долгое время не могла приспособить пустую палетку от джинс. Она у меня такая небольшая. От пустых пудр положила сюда вот такие вот штучки. И когда я пересыпаю из таких маленьких, очень удобно потом кистью кабуки забирать отсюда продукт и наносить уже непосредственно на лицо. Своего рода такая вот палетка приспособила под минеральные основы. Также хочу сказать, что их невозможно брать с собой, допустим, на работу, да, носить. Поэтому я их использую только утром нанося, как самостоятельно, вот, или, в общем, пока они у меня еще в процессе тестирования. Просто хотела обратить внимание, что от старых пудр я вот использую... Это у меня от двух пудр Lancome, от новеньких пудр, которые у меня закончились. И это уже от Clinique. Ну, я непосредственно хочу показать вам пудру, которая закончилась сегодня. После видео я ее выпрошу. Значит, это от Pupa. Такая вот запеченная пудра в оттеночке 05. Очень она мне понравилась. Я буду даже думать приобретать второй раз. Значит, цена примерно где-то 600-650 рублей. Я думаю, может быть, где-то можно найти подешевле. Достаточно надолго мне ее хватило. Я ее активно использовала. Носила постоянно в косметичке. Вот, очень хорошая пудра. Хорошее маскирующее покрытие имеет. Абсолютно не подчеркивает шелушение, чем мне и понравилось. Ну, явно и, конечно, подчеркивает. Но так вот использовала как само по себе и также для закрепления уже тональной основы. Спонжик родной, тоненький. Мыла его каждый день, сушила и брала с собой. В общем, замечательная пудра. Но здесь, так как все это стерлось, точно могу сказать, что это пятый оттенок. Вот, мне она идеально подошла. Вот, хорошая пудра, как бюджетный вариант. Очень даже неплохая. Дальше пудра от Clinique. Вот такая вот пудра. Вот такая. Значит, это тоже второй флакончик, но это уже закончилось достаточно давно. Моя ее просто носит с собой как зеркальце. Очень хорошая пудра. В свое время она мне так помогла с проблемной кожей. Значит, у меня в оттеночке была 0,3 light. Достаточно быстро, правда, заканчивалась. Вот. Но, как вариант, я всегда могу вернуться к этой пудре. И вторую тоже два раза покупала уже вот такую пудру. Значит, тоже от Clinique у меня в оттеночке 0,2. Вот. Спонжик, конечно, не родной. Вот. Но использую ее в основном дома. Не ношу с собой. Вот. Сейчас этот оттеночек для меня очень светлый. Поэтому пока я его не использую. Следующая пудра, в которой я немножко разочаровалась, была куплена как-то под таким непонятным, наверное, не понравился сам футляр или необычность текстуры. Вот. Достаточно она такая шиммерная, с такими вот вкраплениями. Использовала очень редко. Вот. Шла в чехольчики. Вот. Достаточно такая, видите, очень такая перламутровая. Вот. Ну, очень тяжелый тюбик, такой коробочка. И с собой я ее не ношу. У меня номер это 4504. Фирму я даже не знаю, как произвести. Елазар, наверное. Не знаю, как правильно, если что, подправьте меня. Вот. Ну, не очень она мне понравилась. Может быть, я просто не угадала с оттеночком. Дальше. Пудра от Mary Kay Beige 1 и Beige 2. 05. 05. Ну, вот 05 это была последняя покупочка. Прогадала она с таким розовым подтоном. Не подходит мне абсолютно. Первый номер я смешивала со слоновой костью, которая у меня закончилась. Вот. И думаю, что попозже куплю именно единичку или двоечку из слоновой кости. Вот. Присмешивание дает очень неплохой цвет. Вот. Сама по себе беж для меня темноватая. Если только на загорелую кожу использует. Так, пудра очень замечательная. Хорошо набирается и хорошо держится на коже лица. Вот. Но с 05 я не угадала. Сюда пересыпала расколовшуюся пудру от Lancome. Но, увы, у меня была в оттеночке 0,2. Два раза я ее брала в Duty Free. Вот. Ну, единственное, замечательная пудра от Lancome. Но, когда она кончается, неловкое движение, она трескалась и рассыпалась на мелкие кусочки. Вот. Очень неудобно. Вот. А так пудра была замечательная. Она мне просто нравилась безумно. Следующая пудра, которую я также не ношу с собой. Она без зеркала. Это от Dermacol. Вот такой вот интересный спонжик. Так вот я активно ее использовала. Очень хорошая пудра. Антибактериальная. Может быть, даже схожа с Clinique. Но чуть подешевле. У меня в оттеночке Scent. Там всего, по-моему, 4 цвета. Значит, это матирующая пудра для проблемной кожи. Вот. Действительно хорошо справляется. Подсушивает, матирует. Когда закончится, приобрету ее снова. Так. Следующая пудра. Это находится у меня в таком наборе от Dior. Тоже было куплено. Duty Free. Но ей я не пользуюсь, так как она очень светлая для меня. В основном этим набором пользуется моя мама. Просто хочу вам показать эту пудручку. Ну, она неплохая, но она очень-очень светлая. С таким желтым подтоном. Вот. А так наборчик неплохой. Вот. Но подходит не все, что здесь есть. Подожду. Следующие хочу вот такие показать, как они заявлены, рассыпчатые пудры. Это такие основы, матирующие от Catrice & Tessence. Значит, здесь у меня лежит такая пудра, пудреница от японской ночной пудры Академии. Пока не могу ее найти в продаже, но это своего рода очень похоже на вот такую ночную пудру, которую сейчас тоже активно используем. Вот. Неплохие вот такие, можно сказать, основы. Можно использовать как основу или как для закрепления. Вот. Основно использовала летом. Вот. Ну, если честно, не особо злоупотребляя ими. Достаточно редко наношу. Поэтому сейчас стараюсь переходить на минеральную косметику. Дальше. Теперь идут уже покупочки. Значит, хочу показать две покупки, которые я совершила у Марии. Значит, у нее я брала до этого палеточки от Urban Decay, бальзамы различные. Вот такой вот набор. Розовый наборчик с различными кистями. Я пока их еще только тестирую. Вот. Но они мне уже нравятся, потому что ничего из них не лезет. Наборчик этот обошелся мне в 1300 рублей. Вот. Все необходимые кисти здесь и есть. Вот. Вот такая вот коробочка. Вот. Поэтому приобрела вот... Решила или приобрести одну кисть от MAC, допустим, 217, или приобрести вот такой набор из кистей за ту же цену. Значит, вторая покупочка у Марии. Это была палетка консилеров. Все необходимые цвета здесь есть. Я уже так немножко попробовала. Очень хороший белый. Можно использовать как базу под... даже под тени, высветлять. Зеленые оттенки различные. Телесные можно также смешивать. Желтые. Очень довольна я этой палеткой. Здесь такие два спонжика. Но я их не использую. Использую другую кисть для консилеров. Вот. Ссылочку внизу на группу ВКонтакте я оставлю обязательно внизу. Вот. Девушка очень милая, приятная. Все, что в принципе, если вы хотите заказать какой-то продукт, который невозможно купить на российском рынке, вот, она это закажет. И цены вполне приемлемые. Дальше я хочу в дальнейшем снять видео о кистях. Значит, вот у меня такие кисти от Real Techniques от Eka Tools. И вот различные такие кисти, ну, тоже, которые вы видели. Это, по-моему, от E-Risk. Я сейчас наношу ими минеральную основу. Это от Real Techniques. Также можно использовать для минеральных основ, но использую в основном для румян. Так. Ну, и, конечно же, хочу показать покупочки, совершенные в сентябре, ну, в конце сентября, октября и ноября. И достаточно немного, но они очень-таки удачные. Значит, вот такой вот тональный крем от Bourjois. У меня в оттеночке 56. Обошелся он мне в 470 рублей. 460 рублей. Вот. Вот очень хороший тональный крем. Очень мне понравился. Просто рада, что приобрела его. Приобрела в маленьком магазинчике. Там всего было два оттенка. 55 и 56. Я, грубо говоря, угадала, что приобрела вот такой 56. Потому что, когда пришла уже в магазин подружка, да, где стояла полная коллекция оттенков, то я все-таки поняла, что 56 мне идеально подходит под мой цвет кожи сейчас, в данный момент. Вот. Замечательный крем. Я думаю, кто-то уже попробовал, уже оценил все его преимущества. Замечательный крем за свою цену. Так. Также хочу вам показать вот такой вот крем. Тональный. Не удивляйте, что здесь 15 плюсом написано. Значит, не встала бросать даже коробочку. Здесь у меня в оттеночке Light Beige. Антибактериальный. Стоил он 310 рублей. Это у меня в оттеночке первым. Всего 4. Внутри лежала инструкция на русском языке. То, что это антибактериальная матовая основа для чувствительной кожи, подверженной появлению прыщей, а также для придания матовости кожи с излишним жирным блеском. Действие. То, что здесь кора корицы, глицин и саркозин. Уменьшает выделение кожного сала. Это действительно так. Препятствует росту бактерий, защищает кожу от свободных ратикалов, предотвращает образование прыщей, успокаивает, содержит ультрафиолет и витамин С и Е. Не содержит масла, не закупоривает поры. Замечательная пудра, хорошо тональная основа, хорошо скрывает действительно недостатки. Весь день ровный цвет лица. Значит, представлено в 4 оттенках. Светлый, бежевый, бежевый, натуральный и солнечный. Производство Польша. Также у этой фирмы я решила взять еще вот такой антибактериальный корректор. У меня он в оттеночке 2. Вот так вот он выглядит, выдвигающийся. Всего их 2 оттеночка, 1 и 2. Значит, решила взять именно второй, потому что первый очень светлый. Вот этот в оттеночке медиум. Также стоил 310 рублей. Вот. Также внутри была инструкция, что это консилер маскирующий именно для у кого проблемы с прыщиками. Акне для жирной кожи уменьшает выработку. Также содержит витамин С и Е, масло чайного дерева, цинк, который оказывает антисептическое действие. Маскирует хорошо. Действительно хороший корректор. Вот. Так можно сказать, для дороги. Очень компактный. Дальше. Следующие покупки. Это вот такой вот крем. Крем-гель. Для проблемной кожи. Очень он мне понравился. Здесь хоть и заявлено для юношеской, проблемной кожи. Но он в виде геля. На основе овечьего масла. Значит, вот так вот выглядит коробочка. Я также ее не стала выбрасывать. Стоил не так дорого. Где-то рублей, наверное, 200-220. Вот так вот. Хороший составчик у него. Можно носить как утром, так и вечером. Состав. Видите, овечье масло, алоэ вера, чайное дерево, зверобой, подорожник, мать и мачеха и тысячелистник. Присмотритесь к этой фирме. У нее достаточно обширный ассортимент различных кремов. Не только для лица, но и для тела. Для рук, для ног. В общем, хорошее средство. Я так уже активно им пользуюсь. Осталось половинка. И второй крем. Это уже крем от компании Dinsers. Это новиночка у них. Матирующий, увлажняющий крем. Был только лишь в наличии. Очень хорошо матирует. Вот это действительно тот крем, единственный крем, который очень хорошо матирует на протяжении всего дня. Я думаю, стоит обратить внимание на тему, у кого вот действительно кожа жирная. Жирнится достаточно быстро. Уже там буквально через 2 часа. Вот, очень хороший крем. Именно он заявлен как для любого типа проблемной кожи. Вот, подходит абсолютно всем типам и всех возрастов. Тоже стоил где-то 200. Так вот выглядит коробочка. Инструкции внутри не было. Только все на коробочке. Значит, состав цинк, силициловая кислота, экстракт орники. Вот, замечательный состав. Также есть еще там, по-моему, другой увлажняющий. Умывалочка есть, маска есть. Вот, также сос-корректор крем для именно локального нанесения. Вот, обратите внимание, очень достойный крем. За свои деньги. Действительно хорошо матирует. На протяжении всего дня просто проверено мной не раз. И салфетки действительно не нужны в течение дня. Очень хорошо на нем держится и тональная основа, и пудры. В общем, замечательный крем. Хочу просто обратить ваше внимание на свою такую находку. И последнее приобретение – это вот такая вот зеленистая композиция от Миры. Также для кожи ВЕК. Внутри есть инструкция. Также инструкция есть на самой коробочке. Стоило где-то рублей 500 с чем-то. Вот, но расход достаточно экономичный. Нужно всего лишь одну капельку наносить на увлажненную кожу ВЕК массажными движениями. И поэтому такого тюбика, объема которого всего 5 мл, хватит очень-очень надолго. Там пипеточная такая система. Очень хороший тоже состав. В основном здесь заявлено, как икра лососевых рыб. Но также в основном здесь присутствуют масла. Значит, масла виноградного. Это виноградное, кокосовое, кунжутное, жажаба, расторопший, витамин F, эфирное масло шалфей, ланг-эланг, лаванды, мира, жасмина, базилика. Ну и самое главное – икра лососевых рыб. Вот. Замечательное средство. Внутри находятся инструкции, как правильно наносить способ нанесения. Вот. Очень достойное средство. Использую его только на ночь. Днем я использую крем от La Roche-Posay, который именно борется с отечностью. Вот. А этот использую на ночь. Достойное средство на зиму и для решения каких-то проблем именно с синячками под глазами. То есть он, как заявлено, как омолаживает мышленистая композиция для интенсивного ухода за кожей вокруг глаз. Именно уменьшает тоже отечность темные круги, разглаживает и уменьшает кожу. Вот. Также обратите, пожалуйста, внимание. Очень хорошее, достойное средство. Вот. Ну, в общем-то, это вот все мои такие продукты, которые я приобрела за буквально там 2-2,5 месяца. Следующее видео я, наверное, посвящу все-таки своим кистям. Покажу достойные. Вот. Покажу кисти, которые перерачаровали. Вот. В общем, и как раз уже расскажу о таких вот кистях, которые я приобрела у Марии. Вот. В общем, на этом все. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok